Продолжение следует... 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 И он собой, по большому счету, этот самый закон олицетворяет. Но становлению английского абсолютизма предшествовала очень и очень такая тяжелая борьба за власть. И что же это за борьба? На самом деле, вы все, наверное, слышали о ней, но необходимо несколько слов сказать. Ну, я сейчас... Да, абсолютно верно. Вот вы уже можете догадаться по тому экрану, который я открыл, о какой борьбе мы с вами сейчас будем говорить. Это борьба, которая разворачивается во второй половине 15 века. Она идет с 1455 года до 1485 года фактически. То есть на 30 лет страна погружена в хаос. И за этот период оказалось уничтожено огромное количество аристократических родов. И фактически две ветви прекратили свое существование. Ну и, конечно, речь идет о войне алой и белой розы. И, соответственно, борьба между ланкастерами и йорками. Вот на этом экране ланкастеры обозначены, соответственно, красным цветом. И йорки обозначены таким голубеньким цветом. Что она в себя включает? Почему эта борьба вообще произошла? Вот скажите, пожалуйста, а чем, в каком положении, на ваш взгляд, находится Англия к середине 15 века? Какое событие определило положение в этот момент Англии? В тяжелом положении? Да, война. Какая война? Напомните мне и друг другу. Не мировая, нет. Ну, как называется эта война, народ? Столетняя, конечно, столетняя война. Заканчивается столетняя война. Англия проигрывает эту войну. При этом долгое время она побеждала Францию. Но в конечном счете случилось очень и очень тяжелое поражение. Вот во время этой войны, в 1422 году, умирает Генрих V, один из наиболее ярких, на самом деле, английских королей. И он был очень любим в народе. На самом деле, когда мы говорим про Генриха V, мы можем вспомнить и Шекспира, который его увековечил, в том числе и создал определенного рода образ такой исторический, сформировал определенную память о нем. Действительно, Генрих V – это человек, который считался достаточно распутным, таким несознательным в жизни до того, как вступил на престол. Но после того, как вступил на престол, он стал очень благочестивым. И он был очень мудрым монархом. Народ его любил, почитал. Он пользовался очень большим авторитетом. И умер он, собственно, не в Англии, на самом деле. Он умер на территории Франции во время очередной французской кампании 100-летней войны. Да, несмотря на то, что он правил совсем-совсем недолго, он оставил себе очень добрую память. В отличие от своего сына, который получил наименование Генрих VI. И Генрих VI приходит к власти, когда ему было всего-навсего 9 месяцев. 9 месяцев. Понятно, что в этой ситуации он управлять нормально не мог. Но обнаружилась и еще одна проблема, связанная с Генрихом VI, когда он подрастет. Да, если что, кто не хочет читать что-то подробное или хочет как-то развлечься в рамках, ему интересна эта тема, очень советую. Такой британский сериал называется «Пустая корона». Там есть некоторые вопросы к подбору тех или иных актеров. Но, собственно, ведущие роли, в частности Генриха V, того же самого или его отца, действительно, актеры очень хорошо подобраны и образы очень хорошие, очень интересные создали. Вот, замечательно, что знаете и слышали. Действительно, очень рекомендую. Прекрасный британский сериал. Итак, соответственно, вот Генрих VI реально управлять на самом деле не мог. И на самом деле он женится на Маргарите, дочери Рене Анжуйского, дочери Рене Анжуйского. И реально управляет как раз Маргарита Анжуйская и ее фаворит. И ее фаворит. Вот, опять же, мы можем с вами обратиться к различного рода схемам, посмотреть, собственно, кто в какой момент находился у власти. Это генеалогическое древо. И вот обратите внимание на Генриха V, на Генриха V, вот Генрих VI и Маргарита. И обратите внимание на то, что мы ведем на самом деле это генеалогическое древо. Начинается с Эдуарда на английском, на английском, естественно. С Эдуарда III, и это не случайно. Потому что именно из-за Эдуарда III, можно сказать, и ситуации, связанные с Эдуардом III, этим разворачивается очень непростая политическая ситуация. По крайней мере, династическая ситуация. Потому что вы видите, что далеко не первые ланкастеры по старшинству, а, например, есть еще Ричард II. И на самом деле вот это вопрос, который возникает к всей этой ситуации. Потому что Джон Гонт – это третий сын, а вот от Йорков идет, соответственно, второй сын, второй и четвертый. А вот Джон Гонт, герцог ланкастерский, который захватывает власть, он являлся на самом деле третьим сыном Эдуарда III. Напомню, что Джон Гонт был изгнан с территории Англии, но затем вернулся на территорию Англии и смог свергнуть Эдуарда III, который был достаточно неудачным королем, и занять престол. Итак, соответственно, вот мы с вами смотрим. Генрих VI, естественно, что далеко не все довольны на территории Англии. Кроме того, именно при Генрихе VI Англия лишается практически всех своих завоеваний на территории Франции. У нее остается только порт Кале. Происходит это в 1445-1450 годах. И возникают у него конфликты с некоторыми аристократами. Кроме того, в 1450 году на фоне вот этих вот неудач столетней войне разворачивает это восстание Джека Кеда в графстве Кент. В конечном счете это восстание будет подавлено. Причем в этот момент герцог Йоркский председательствовал на процессе против мятежников и будет выносить достаточно суровые приговоры. Но при этом герцог Йоркский, нельзя сказать, что он был очень счастлив от того, что Генрих VI, опять же повторюсь, человек, который на самом деле психически не вполне здоров, находится у власти. Потому что, несмотря на вот такую показную лояльность короне, на самом деле герцог Йоркский сам претендовал на власть. И причинами, предпосылками войны Алой и Белой Розы является как раз восстание Джека Кеда. Оно подавлено, но при этом выдвигается целый ряд требований с их стороны, которые так или иначе обсуждаются в народе. Самовольное возвращение Ричарда Йорка из Ирландии и попытка достичь мирного соглашения с королем. Король дает клятву, но нарушает эту клятву. Неадекватное состояние короля, в результате которого на год Йорк становится фактически регентом. Йорк становится регентом, хотя Маргарита требует регентства для себя. Йорк уходит в оппозицию после того, как король приходит обратно в норму. И появление формирования Совета в 1455 году во главе с королевой Сомерсетом по обеспечению безопасности короля от врагов. Вот это вот причины основной войны Алой и Белой Розы, которая разворачивается. Соответственно, герб Ланкастеров – это Алая Роза и герб Йорков – это Белая Роза. В конечном счете противоборство Ланкастеров и Йорков принимает вооруженный характер. Все английские магнаты так или иначе занимают чью-либо сторону. Одни, соответственно, Ланкастеров, другие – Йорков. И в 1455 год – первая битва при Сент-Олбансе между сторонниками Ланкастеров и сторонниками Йорков. Йорки побеждают, герцог Йорк побеждает, Генрих VI попадает в почетный плен в этот момент. И после этого добивается назначения себя протектором. После этого происходит еще одна битва. Битва при… Это кто? То есть, фактически, речь идет о том, что он является протектором королевства. То есть, протектор – это защитник королевства. Да, то есть, сторонники Ланкастера воевали со сторонниками Йорков. То есть, Ланкастеры против… Так что… А протектор, соответственно, это человек, который не король, но близко к этому. То есть, защитник королевства – человек, который претендует на королевские знаки при наличии формального короля, который при этом управлять явно не может. Дальше происходит еще одна битва при Нортингтоне. Опять же, победа йоркистов. И, соответственно, опять Генрих VI будет взят в плен. Но при этом и парламент после этого признает герцога регентом королевства и наследником престола. Вот 1460 год. Да, он выберется из плена, правда, ему это не поможет, что называется. А к согласию. Генрих правит до конца жизни, но затем правителем становится йорким. Но, естественно, что жену Генриха такая ситуация не устроила Маргариту. И в декабре 1460 года битва при Уэкфилде. Она, собственно, обладала достаточно большой властью, большим авторитетом в Шотландии. Собирает там войско. Одерживает победу при Уэкфилде. Йорк, герцог Йорк, казнен. И вот перед воротами города Йорка голова, обезглавленная голова герцога Йорка в бумажной короне, как такой символ издевательств, на пике вывешивается. Естественно, что все это возмутило старшего сына Йорка Эдуарда. Целый ряд идет кровопролитных сражений. Мы с вами не будем на них подробно останавливаться. Для нас важно, что происходит битва. Там и вторая битва при Сент-Олбенсе, еще целый ряд сражений. Для нас гораздо важнее битва при Таутоне в 1461 году, после которой Генрих VI, который до этого был освобожден, как раз теперь заключается в Тауэр. А Маргарита и ее сын Эдуард успели бежать в Шотландию. После этого Эдуард Йорк признается королем. И, как вы видите, он будет править до 1470-го. С перерывом в 1971 году он снова до 1983 года станет королем. Вот здесь как раз необходимо сделать еще несколько оговорок, что Эдуард IV на самом деле тоже достаточно противоречивый король. По большому счету это судьба любого человека, который активно боролся за власть и потом к ней приходит. Но на самом деле именно при нем резко укрепляется королевская власть. При этом, надо сказать, что формируется заговор, вот Ричард Невилл, граф Орик, так называемый его в народе называли делатель королей, потому что до этого он Эдуарда IV фактически привел к власти и очень активно воевал на его стороне, способствовал укреплению его позиций. Но затем они поссорились с Эдуардом IV, он перешел на сторону Ланкастеров и попытался восстановить на английском престоле Генриха VI, спас его из Тауэра. Эдуард Йоркский вынужден бежать из Лондона, собрать достаточно большое войско, причем он бежит во Францию, собирает там войско. И потом в апреле 1471 года возобновил борьбу за корону. Но на самом деле в ходе этой борьбы уже достаточно быстро Эдуард IV одержал победу, второй раз Генрих VI будет низложен, и после этого его тайно убьют в Тауэре. А Эдуард IV окончательно становится уже королем, то есть уже его супругой является Елизавета Вудвилл. Вот вы видите сцену коронации, это еще первая коронация в 1961 году, которая происходила. Но вот что здесь необходимо также понимать? Эдуард IV способствовал укреплению королевской власти, потому что он почти полностью узурпировал права обеих палат, в частности он палат парламента. Напомните мне, как назывались палаты парламента, пожалуйста. Палата лордов и палата общин. То есть палата лордов, это палата, которая назначается по предписаниям короля, палата общин, она избирается, но не надо думать, что она избирается всем народом. Там совсем небольшой процент народа мог участвовать в избирательной кампании на самом деле и выбирать, собственно, представителей. И сам избираться, и избирать. Итак, соответственно, при этом Эдуард IV в первую очередь хочет стать независимым от парламента в финансовых вопросах. То есть речь идет о том, что он начинает вводить налоги без согласования с парламентом, получает распространение так называемая система беневоленций. То есть подати, которые взымались с населения под видом добровольного подношения. И, кроме того, то есть вот такие беневоленции появляются. То есть подати, как добровольное подношение, и при этом формируется еще система насильственных займов. То есть когда государству дают в долг, но это не добровольное решение дать в долг, дать какую-то суду, а когда человека без выбора оставляют. Кроме того, король заставил парламент принять решение о предоставлении ему права пожизненного сбора таможенных пошлин. Эдуард отказывается от созыва парламентов для ватирования новых налогов. То есть в данном случае речь идет о том, что он самостоятельный, их вводит без согласования с парламентом. Одновременно Эдуард покровительствует промышленности, торговли, их развитию. В том числе очень большую роль именно Эдуард сыграет в том, чтобы постепенно распространялось сухноделие. И шерсть становилась все более и более популярной. И таким образом, ну примерно да, принцип примерно такой, но важно, что все это укрепляет положение Эдуарда, все это укрепляет положение английской власти. Потому что если за Эдуардом деньги, то спрашивается, а какая власть за парламентом. То есть это действительно очень и очень важный момент. В 1483 году Эдуард умирает. После этого умирают достаточно быстро, естественной или не вполне естественной смертью, двое его сыновей. И на престол всходит еще один его сын, Ричард Третий, который, выстаряя в научной литературе, будет традиционно достаточно негативно описываться. Точнее даже не в научной, а в художественной литературе будет достаточно негативно описываться, как горбун, как человек очень уродливый, который виноват в смерти двух своих племянников, например. Извините, оговорился, конечно, не сын Эдуарда IV, а его младший брат, которого и подозревают как раз в смерти двух сыновей Эдуарда. Но до сих пор это вопрос спорный, и у нас нет прямых доказательств. Может быть, его просто очернили. Но в любом случае правил он совсем недолго. Правил он совсем недолго. В 1485 году ланкастеры собирают достаточно тяжелый, точный вес вам не скажу, но требовалось достаточно много сил, чтобы его поднять и держать. И традиционно, собственно, схватка проходила, конечно, мечами. Ну, то есть, вот здесь, конечно, такие уже идут декоративные моменты, а так вообще, чтобы двумя руками его держать. Ну, а как иначе? Итак, соответственно, вот происходит битва при Босфорде, где остатки ланкастеров сражаются с представителями Йорков. И в этой битве, на самом деле, победу одержали остатки ланкастеров. Но надо сказать, что это уже очень-очень далекая ветвь от ланкастеров, потому что вот это поражение положило конец, на самом деле, войне Алой и Белой Розы. К власти приходит Генрих VII, который являлся очень далеким родственником ланкастеров. Очень далеким родственником ланкастеров. Вот вы его видите, Генрих Тюдор. Вот если вы его здесь можете, на самом деле, найти, вот он, Генрих VII, Генрих VII, вы видите, что, на самом деле, действительно, он уже, ну, такое относительное отношение к ланкастерам имеет. И на этом завершается борьба, потому что, на самом деле, он делает еще одну очень... Потому что у них на гербах были алая роза и белая, соответственно, роза. И вот Генрих VII делает достаточно важную вещь. Таким образом у нас правит династия Тюдоров. Династия Тюдоров. И он делает достаточно важную вещь, направленную на укрепление уже королевской власти. Он женится на дочери Эдуарда IV. Он женится на дочери Эдуарда IV. То есть, как вы понимаете, таким образом он объединяет ветвь ланкастеров и йорков. И, собственно, после этого он меняет свой герб. Как вы видите, его герб – это уже своего рода гибрид между гербом ланкастеров и йорков, включающий и алую, и белую розу. Он смог привести к покорности феодалов. Причем он запрещает им держать собственные армии. На самом деле Генрих VII Тюдор – это продолжение укрепления власти. И я бы сказал, такой тип смешанной монархии. То есть, с элементами уже абсолютной монархии. Безусловно, там они в полной мере представлены. То есть, запрет на содержание собственной армии. При этом у Англии фактически не было, после того, как закончилась война Алой и Белой Розы, фактически не было своей армии. То есть, она формировалась из ополчения. Они не держали постоянный... В смысле, из чего сделан герб? Из красок он сделан, то есть, он разрабатывается. Определенный графический образ. И потом он наносится на различного рода изображения. Не обязательно из дерева. Он может, ну, в основном, на деревянные изображения. Может быть, на какие-то еще изображения. На ткани наносится, естественно. То есть, на тех местах, где необходимо продемонстрировать герб этого человека. На знамена, естественно, герб наносился тоже. Мог вырезаться, да, на дереве, например. Затем восстанавливает звездную палату орган для борьбы с потенциальными заговорщиками. И вводит дополнительные налоги. Но вот надо сказать, что как раз отсутствие армии позволяет избежать больших расходов. Генрих VII будет продолжать политику Эдуарда в той части, что он будет способствовать развитию производства мореплавания и торговли. То есть, в целом, очень интересный, очень удачный, удачное правление получится. Да, своего рода такая, даже не спецслужба, это скорее, ну да, да, да. Можно сказать, что тайная полиция такая, своего рода, которая должна была следить за тем, чтобы не было каких-то выступлений. Ну и после Генриха VII к власти придет Генрих VIII, который правит с 1491 до 1547 года. На самом деле, вот здесь вот указан период, когда тюдоры были у власти. То есть, потом к власти придет другая ветвь, к власти придет ветвь стюардов. Но она придет уже несколько более мирным путем. Генрих VIII, то есть, тут вообще очень интересная история, на самом деле. Ну, теперь король вводит дополнительные налоги. Вот мы как раз и говорим об укреплении королевской власти. Почему я говорю, что это опять-таки смешанная уже монархия? Вы правильно отмечаете, что дополнительные налоги должен вводить парламент. То есть, должно согласовываться с парламентом. Нет, он не согласовывал эти вещи с парламентом. Зачем? Генрих VIII. На самом деле, очень и очень интересный и очень противоречивый правитель. В чем заключается противоречие? Во-первых, он был одним из самых образованных людей своего времени. Он был очень ярким правителем. О нем достаточно интересные и противоречивые воспоминания сохранились. Но при этом были и в целом о нем достаточно неплохо иногда вспоминают. Иногда. Но опять же, иногда. Потому что наряду с позитивными чертами возникает... У него были некоторые и прямо скажем такие яркие негативные черты. То есть, он был женат шесть раз. И судьба его супруг заучивается при помощи мнемонической фразы. Развелся, казнил, умерла. Развелся, казнил, пережила. То есть, в это же время примерно появляется легенда о синей бороде. На самом деле, это французская такая легенда или не легенда. Но вот синюю бороду часто изображают... То есть, человек, который умершвил большое количество своих жен. И нет. На самом деле, Генриха иногда синюю бороду изображают похожим на Генриха Восьмого. То есть, заимствуют те или иные черты. Ну, и вы можете увидеть, по крайней мере, по комплекции, по позе даже, что явно вот такое вот сходство какое-то между ними есть. Ну, а так... Ну, вот, опять же, повторюсь. Один из самых образованных людей, просвещенных, музицирующих своего времени. Очень-очень яркая личность. Общался с Томасом Мором. Томас Мор ему рассказывал, как надо править. Один из видных тоже просветителей своего времени. Кроме того, именно... Вот. Честно, не смотрел этот сериал. Никак не могу его прокомментировать. Но... Если посмотрю, тогда, может быть, смогу что-то сказать по этому поводу. К сожалению, у нас с вами, в отличие от сериала, только на сегодня есть... Сегодня есть возможность поговорить про Тюдоров. Больше времени у нас с вами не будет. На самом деле, при Генрихе VIII проходит очень важное событие. Проходит реформация в Англии. Мы с вами будем говорить еще про реформацию в Европе, реформацию в Европе. Но дело в том, что Генрих VIII очень хотел ребенка. Кстати, он очень любил свою первую жену, Екатерину. Но дети или умирали в младенчестве. Вот единственный ребенок Мария. А он очень хотел ребенка-наследника мужского пола. А какой есть выход? Есть возможность развестись с Екатериной и жениться на своей фаворитке Анне Болейн, которая... Зачем аборт? Которая в тот момент была уже, кстати, беременна. Которая уже была беременна. И, соответственно, дело в том, что дети просто рождались и не выживали. То есть не получалось никак ребенка мужского пола именно. Чтобы он стал наследником. Она была беременна. И, соответственно, Генрих VIII принимает решение развестись. Он пишет запрос в Рим. Рим ему, естественно, отказывает. После чего в 1534 году... И вот здесь как раз уже через парламент... Это просто образ, опять же. Это просто образ. Тут вот не надо привязываться к этому изображению. Он через парламент проводит решение, что он разводится с Екатериной. И английская церковь становится независимой от католической церкви. То есть при этом надо сказать, что обрядовая составляющая могла быть, но вот ему не хотелось. Опять же, женщина на престоле это всегда повод для каких-то войн, противоречий, может быть, недомолвок, опять же, претендентов, которые появляются на престол. Хотя, в принципе, могла и у нас сегодня будет целый ряд женщин на престоле еще. Но должны успеть, по крайней мере. В результате английская церковь получает номинование англиканской, то есть в отличие от материковой Европы, в частности, Германии, территории Германии, просто не выживали в младенчестве от болезни, недоношенные были. Это немного разные вещи. Султан и король. Опять же, это надо достаточно длительный, может быть, разговор по поводу, опять же, и символа власти, полноты власти, особенности власти. Ну, султан, соответственно, это обычно в Азии, в Ближней Азии наименование руководителя государства, тоже обладающего обычно всей полнотой власти. А король, соответственно, это уже европейское наименование. Ну, вот скажите, царь и король – это синонимы. Близко, но не совсем, опять же, понимаете? Потому что король – это помазанник Божий, здесь очень большой религиозный фактор именно от католической церкви, которая идет. Итак, Генрих VIII, соответственно. Установление реформации сверху. То есть, в отличие от Европы, где реформация идет снизу, то здесь реформация устанавливается сверху. То есть, отход от католицизма. Надо сказать, что Анна Болейн, в конечном счете, как вы догадываетесь, будет казнена по основной версии за госизмену. Вот вы сейчас царь после смерти короля. Вот это нет. Опять же, царь – это вот Россия, например, мы к ней вернемся через несколько занятий. А король – это, соответственно, уже Европа. Западная Европа, Западная Европа. Вот, допустим, православная вера – это цари, соответственно, Европа – это короли. То есть, вот, опять же, очень важный момент, связанный с тем, какая религия является ведущей. И затем престол наследует действительно уже сын Генриха VIII, Эдуард VI, но правит совсем недолго. Он умрет от эпидемии. И, впрочем, в период его, недолгий период его правления, англиканская церковь сможет свои позиции укрепить, свои позиции укрепить. Далеко не все были довольны положением таким, но все-таки значительная часть населения поддержала, и парламент… Не важно, что он маленький. Опять же, вы забываете про окружение, которое существует вокруг короля, то есть, та поддержка, которую представители знати могут его оказывать. И затем… Ну, конечно, ему помогали в вопросах правления государством. И затем он умирает от одной из эпидемий, и власть наследует другая дочь Генри… Уже дочь Лихорадка, на самом деле, там не чума была уже. Мария Кровавая, Мария Кровавая, которая правит всего пять лет, она была яростной католичкой. Почему она получила наименование Кровавая? Именно потому, что она провела попытку контрреформации, активно боролась с протестантами. Изначально она пыталась так мягкими мерами действовать, но потом уже достаточно большое количество казней происходило протестантов. Надо сказать, что достаточно большое количество жертв было именно в период ее правления. И, причем, кстати, еще один интересный момент, что в период ее правления французские войска получили… Овладели городом Кале, и таким образом Франция, Англия окончательно потеряла владение на материке. При этом, кстати, она не решилась забрать земли, конфискованные у церкви, которые уже были розданы представителям знайте, потому что она понимала, что здесь может получить очень масштабную оппозицию. Но вот те земли, которые оставались в собственности государства после конфискации у католических монастырей, они были возвращены обратно. То есть вот тут такая интересная двойственная политика. 58-й год, Мария умирает, и новым правителем становится дочь Генриха VIII от второго брака Елизавета I Тюдор. Она восстанавливает права англикан, церковная служба теперь ведется на английском языке. Сохраняются только два символа веры, только два символа веры сохраняются. В 1971 году принят закон 39 статьи «Ословные принципы вероучения». То есть в данном случае уже меняется ситуация. Я не сказал, что они не могут занять трон. Я сказал, что могут возникнуть проблемы. А Генрих VIII очень хотел, чтобы был именно сын на престоле. Но, как вы видите, подряд три ребенка Генриха VIII правят. На самом деле это не вполне здоровая ситуация, потому что в идеале наследование должно идти по вертикали. То есть от отца к сыну уже. То есть от отца к ребенку, так сформулируем. А в данном случае фактически мы наблюдаем с вами наследование по горизонтали. То есть три ребенка Генриха VIII правят подряд после него. Повторюсь, эта ситуация не вполне нормальная на самом деле. И вот Елизавета I, она как раз один из самых ярких и интересных правителей, потому что она сторонник англикан. При ней развивается такое явление, как Пуритани. То есть те, кто за окончательное очищение английской церкви от признаков католицизма. Но их тоже не признали. На самом деле и Пуритани в очень большом количестве уезжают или уплывают, например, в ту же Америку. И, наконец, вот если мы обратимся с вами к вопросу о абсолютной власти, то Генрих VIII, например, Генрих VIII, подчинив северное графство и Уэльс, создал Совет Севера, Совет Уэльса, но за его правление за 37 лет парламент созывается только 21 раз. Это очень и очень мало. Елизавета Тюдор собирает парламент за 45 лет 13 раз. Вот обратите внимание на фразу, которую она произносит перед парламентом. То есть речь идет о том, что делайте, как я вам велю, или вам будет плохо. То есть она начинает диктовать парламенту свою волю. Она говорит о том, что парламент ей не очень на самом-то деле и нужен. Он остается скорее как некий формальный орган, который существовал в течение нескольких веков, но не в качестве постоянно действующего органа поддержки, помощи императора. Так что вот к Елизавете Тюдор вот в рамках этих процессов мы можем говорить о том, что постепенно английская монархия приходит к системе абсолютизма. И если мы не можем говорить о полноценном абсолютизме, то по крайней мере вот этот вот смешанный тип монархии все больше и больше склоняется в сторону абсолютизма. Очень быстро проэкономическую составляющую Англии в 16 веке. Важно понимать несколько факторов. Я уже до этого упомянул, что сукно и продажа шерсти становятся выгодным делом. Соответственно, пастбище становится более выгодным делом, чем земельные угодья, чем земледелие. Соответственно, идет процесс огораживания, когда дворяне, английские дворяне, изгоняют крестьян с их земли и огораживают эту территорию, высаживают там траву для того, чтобы превратить эту землю в пастбище. Этот процесс получил название, да, они продавали 110, и, соответственно, этот процесс получил название огораживания. Огораживание. При этом разрушается система английских сельскохозяйственных общин, и в этих общинах тоже начинает развиваться фермерское хозяйство, где наиболее зажиточные люди захватывают власть, наиболее зажиточные фермеры, и уже со своей стороны, со своей стороны начинают контролировать других членов общины, так называемых которов. Нет, в первую очередь не кушали, в первую очередь они их стригли и продавали их шерсть. Вот что было главным на самом деле. Другой важный аспект, связанный с Англией в это время, это развитие экономики и развитие системы мануфактур, то есть появление мануфактур в Англии, развитие промышленного производства. Разоряются представители кустарных компаний, то есть те, кто занимается ручным ремесленным трудом за вывоз шерсти и овец за границу. В конце 16 века 100% шерсти перерабатывалось в стране, в несколько раз вырос вывоз тканей. То есть сначала стригли овец, затем эта шерсть поступала на мануфактуры, из них делались ткани, и вот ткани уже вывозились в свою очередь. А шерсть и овец, то есть сырье вывозить было нельзя. Ну и развитие мировой торговли, при этом формируется протекционистская политика, то есть защита интересов собственной торговли, защита своих производителей. И в соответствии с этим меняется структура английского общества, то есть появляются капиталистические черты. Наряду с феодальными, то есть старые дворяне, появляются новые дворяне, джентри, которые занимаются промышленностью, то есть владеют мануфактурами. Крестьяне разоряются, вынуждены превращаться в рабочих. Рабочие получали буквально копейки, или зачастую крестьяне вынуждены становиться котторами, то есть наниматься к более богатым фермерам, тем, кому повезло больше. И таким образом постепенно формируется система уже капиталистических отношений как в деревне, так и в городе. В деревне идет в этот период аграрный переворот, аграрный переворот это то, что вам очень надо запомнить, потому что аграрный переворот формирует возможности для промышленного переворота. И соответственно в Англии в 16 веке начинается, уже 16-17 века, начинается постепенно промышленный переворот. Наконец, внешняя политика это борьба с Испанией, большое внимание уделяли флоту и поэтому потворствовали английским пиратам. То есть на самом деле это не совсем пираты, это люди, которые были непосредственно связаны с английским флотом, просто они как бы были пиратами, то есть они получали добро на то, чтобы нападать на испанские суда и грабить их. И вот даже Дрейк, как вы видите, был произведен в рыцаре, один из самых известных английских пиратов. Ну и все это закончилось для Испании в рамках противостояния не очень хорошо, потому что в 1588 году испанский король Филипп II направил на завоевание Англии огромный флот. Елизавета бросила клич и начали сборы средств на строительство флота. В несколько раз увеличился после этого английский флот. И в морском сражении при Плимуте часть испанского флота была уничтожена. Ну такие, да, полулегальные пираты, вот такие, да, вот в таком формате. И затем другая часть кораблей погибла в буре. Все, Англия после этого становится уже королевой морей. Испания теряет это положение. Ну и наконец, Елизавете I была оппозиция в лице Марии Стюарт, дочери шотландского короля. Мария Стюарт примерно 19 лет провела в заключении. В конечном счете она была казнена как участница заговора. Но при этом Елизавета I назначила своим преемником сына Марии Стюарт, Якова Стюарта. И таким образом устанавливается новая династия, династия Стюартов. А на этом мы с вами занятия на сегодня заканчиваем. Спасибо большое за внимание. Да, абсолютно верно, с точки зрения Англии. До свидания. Продолжение следует...